Сегодня я хочу рассказать о самом популярном и востребованном пестициде среди садоводов-любителей и профессионалов. Он по праву занимает одно из первых мест в любой аптечке, в зеленой аптечке, и садовода, и огородника. И о нем же огромное количество споров. Это октора. В этом ролике мы рассмотрим с вами плюсы и минусы окторы, особенности и правила ее применения. А если вы досмотрите ролик до конца, то узнаете, как, применяя октору, можно получить экологически чистый урожай и не нанести вреда окружающей природе. Популярность окторы обусловлена, во-первых, ее эффективностью, скоростью и широким спектром действия. Это, по сути дела, препарат три в одном – контактного, кишечного и системного действия. Его можно вносить как поливом под корень, если мы боремся с почвенными вредителями, так и путем опрыскивания. Особенность окторы в том, что это препарат на основе теометоксама неоникотиноида. Это очень серьезный яд, который поражает нервную систему. Достаточно получаса после того, как насекомое покушало листик, опрысканный окторой, или на само насекомое попало хотя бы капелька окторы, через полчаса наступает паралич, и насекомое погибает. Нокдаун эффект. Единственное, на кого октора не действуют, это яйца вредителей и куколки вредителей. Поэтому, кстати, в борьбе с белокрылкой, которая сильно досаждает нашим садоводам, октора не всегда помогает. Дело в том, что белокрылка оставляет огромное количество яиц и куколок у нас в теплицах. И мы обработали, взрослые насекомые исчезли, и буквально через несколько дней вылетает новое поколение. Здесь нужно использовать для борьбы с белокрылкой системный подход. То есть использовать разные способы борьбы с этим вредителем, но об этом в другом ролике. Системность. Препарат всасывается в проводящую систему листа. Уже через 20 часов после обработки растения оно находится в тканях листика, и его сок становится для насекомых-вредителей ядовит. При поливе под корень она всасывается через 1-3 дня и разносится по всей системе растения. Но доказано лабораторными исследованиями, что накопление в плодах не происходит, что немаловажно. Но это не значит, что мы можем использовать октору, как нам вздумается. Таким образом, октора работают очень надежно, практически против всех вредителей. За исключением их яиц, куколок, а также щитовок. Дело в том, что щитовки, хотя они и сокососущие, они высасывают соки из того слоя коры, куда октора попадает в очень незначительных концентрациях. И обычным способом тоже ее не сведешь, потому что у щитовок есть щит, как и у медянец, у личинок медянецы. Поэтому очень важно здесь работать на предупреждение, профилактику. Период действия. Это очень важное качество любого инсектицида, любого фунгицида. Так вот, у окторы он колеблется от 2 недель, если погода стоит дождливая, сырая, и препарат легко вымывается из растения. До 4 недель. Это считается 28 дней, даже иногда больше, если погода стоит сухая. Но в любом случае очень важно соблюдать сроки ожидания при применении окторы. И запомните, при опрыскивании по листу сроки ожидания составляют от 14 дней, в зависимости от концентрации, до 21-30 дней. При поливе под корень не менее 60. Почему? Дело в том, что октора очень хорошо сохраняется в почве, не разлагается. Поэтому, если вы поливаете растение под корень, и это растение вы собираетесь употреблять в пищу, 10 раз подумайте, стоит ли рисковать. А теперь о минусах окторы. Октора – это пестицид, это яд. И он с одинаковым успехом убивает и вредных насекомых, и полезных насекомых. Поэтому и октору, и другие инсектициды мы никогда не применяем во время цветения наших растений, чтобы не погубить пчел и других насекомых опылителей. Всегда применяем октору только в вечернее время, когда солнце садится. Почему не днем? В принципе, если день пасмурный, казалось бы, можно. Но подумайте, пожалуйста, есть ли в этот момент у вас в саду пчелы? Не только наши домашние пчелы, но есть еще огромное количество диких одиночных пчел, шмелей, которые тоже опыляют растения. Поэтому оптимальный период применения окторы – на заходе солнца вечером, когда насекомые – опылители и просто большинство полезных насекомых отправляются на покой. Строго соблюдаем концентрацию, рекомендованную производителем. Потому что если мы ее превысим, есть риск, что октора не вымоется, не распадется в растении до безопасных концентраций. Поэтому четко соблюдаем правила, инструкцию применения. Ну и, конечно же, это техника собственной безопасности. Это средство индивидуальной защиты. Мы с вами тоже животные, и поверите, на нас октора тоже подействуют. И если для пчел октора чрезвычайно опасное вещество, то для человека, в зависимости от концентрации рабочего раствора, она относится либо ко второму – очень опасное, либо к третьему – умеренно опасное вещество. Поэтому при работе с любыми пестицидами, а с такими опасными тем более, обязательно перчатки, обязательно перчатки, обязательно респиратор, не маска одноразовая, респиратор, обязательно очки и спецодежда. После применения обязательно промываем опрыскиватель, споласкиваем. И еще очень важный момент – как добиться того, чтобы ваши сады были здоровыми, не имели вредителей и в то же время давали экологически чистую продукцию, помимо того, что важно соблюдать концентрации. Есть несколько очень простых правил. Правило первое в борьбе с вредителями. Есть вредитель – работаем. Нет вредителя – не работаем. Не нужно работать на упреждение, поливая каждую неделю-две недели инсектицидами. На предупреждение нужно работать в первую очередь с болезнями. Потому что если болезнь проникла в листик, уничтожить ее бывает очень-очень сложно. С вредителями по-другому, тем более на своем родном участке. Если у вас вредители появились, их немного, что значит немного? До 5 штук на один листик. Это уже повод срочно брать опрыскиватель и идти работать. Мы в первую очередь берем биопрепараты. Это может быть профит-антивредитель. Я им пользуюсь давно. Он себя хорошо рекомендует, если вы соблюдаете условия его применения. Теплая погода, пасмурная погода или вечернее время. И регулярность. Это может быть битоксибацилин. Это может быть фитоверм, аверсектин, матринбио. Любой биопрепарат. И только если вы не смогли справиться с нашествием тлина вашей любимой сирени на розах, или вы упустили момент, и насекомых уже очень много, только тогда мы берем актару и применяем строго по инструкции. Обязательно соблюдайте сроки ожидания для того, чтобы не принести себе ущерб. И еще личный совет из личного опыта. Никогда не готовьте раствора больше, чем вам понадобится. Рассчитайте, сколько у вас растений. Рассчитайте, сколько вы из личного опыта уже знаете, вам требуется на обработку одного дерева. На многих препаратах, кстати, пишут расход. И готовьте строго определенное количество, чтобы не пришлось его потом выливать или повторно что-то опрыскивать, что в этом не нуждается, лишь бы расходовать. Если вы будете соблюдать эти нехитрые правила и придерживаться инструкции по применению, то использование даже такого серьезного пестицида, как актара, не нанесет вреда ни вам, ни вашим растениям, ни окружающей среде. Процветания вам! И подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok